Здравствуйте! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Горжонко. Горнардо Раулю Кастро Мата, 19 лет, было предъявлено обвинение в том, что в начале июня он выстрелил в двух офицеров полиции, когда ехал на скутере против движения, об этом сообщила прокуратура. Мата, который жил в приюте для мигрантов и остается под стражей, рассказал детективам, что является членом венесуэльской банды и что оружие провозится контрабандой в приюты через посылки с едой, чтобы избежать металлодетекторов. Он также сказал, что члены банд Венесуэля обычно стреляют в полицейских, потому что те расстреливают членов банд за незначительные нарушения. Однако он не признал себя виновным, заявив, что пистолет принадлежит не ему и случайно выстрелил во время столкновения с полицией. Детективы говорят, что Мата ранее уже сталкивался с полицией, и когда его арестовали, при нем были две украденные кредитные карты, которые связывали его с другими преступлениями. Любой, кто нападает на полицейского, должен быть привлечен к ответственности, приговорен, а затем депортирован, заявил президент PBA Патрик Хенри. Мата должен предстать перед судом 16 сентября. В Нью-Йорке продолжаются дебаты, связанные с планом ограничения на использование мобильных телефонов в государственных школах. Глава крупнейшего школьного округа страны Дэвид Бэнкс заявил, что планирует сделать большое заявление по этому поводу примерно через две недели. «Хотя детали все еще держатся в секрете, Бэнкс дал понять, что учащиеся могут ездить в школу и обратно со своими телефонами, но потеряют доступ к ним в обычные школьные часы. Мы хотим, чтобы вы могли принести свой телефон в школу, потому что в ту минуту, когда занятие закончится, вам нужно будет общаться со своей семьей», — сказал он. Нью-Йорк станет последним в череде городов и штатов, принявших меры против телефонов в школах, которые, по словам Бэнкса, не только отвлекают детей от занятий, но и вредят их благополучию. Напомню, что в Нью-Йорке не было общегородского запрета на пользование сотовыми телефонами в школах с тех пор, как бывший мэр Билл де Блазио отменил эту меру в начале 2015 года. С тех пор отсутствие стандартизированной политики предоставило директорам каждой школы возможность разрабатывать свою политику, а учителям и персоналу ее применять. План ценообразования на пробке в Нью-Йорке был смоделирован по образцу платы за въезд в Лондоне. И вот что лондонские бизнесмены думают по этому поводу. С тех пор, как в 2003 году в Лондоне ввели плату за въезд, большинству автомобилей приходится платить раз в день за въезд в центр города. И плата теперь составляет до 15 фунтов или около 18 долларов. Это отпугивает многих людей, сказал один из владельцев ресторанов. Его мнение перекликается с мнением губернатора Кетти Хокул о приостановке действия плана ценообразования в Нью-Йорке. Исполнительный директор Ассоциации ночной индустрии, представляющей 10 тысяч предприятий в Соединенном Королевстве, уверен, что плата за пробки помешала восстановлению индустрии гостеприимства после пандемии. Но зато за 20 лет введения платы за пробки Лондон инвестировал 2,6 миллиарда фунтов или 3 миллиарда долларов доходов от платы за проезд в общественный транспорт, велосипедные дорожки и расширение тротуаров. Данные также показывают, что концентрация токсичного газа в воздухе Лондона за последнее десятилетие снизилась более чем на 65%. Поскольку государственные школы Нью-Йорка закрыты на лето, дети до 18 лет по-прежнему могут получать бесплатный завтрак и обед в нескольких пунктах по всему городу. Программа бесплатного летнего питания началась в конце прошлой недели и продлится до пятницы 30 августа. 4 и 5 июля пункты будут закрыты. Детям можно будет позавтракать с 8 до 9.15 утра, а затем пообедать с 11 утра до часу 15 дня. Для того, чтобы получить бесплатное питание, не нужно регистрироваться или предъявлять удостоверение личности. Программа летнего питания доступна по всему городу в школах, общественных бассейнах, парках и библиотеках. В меню завтраков и обедов входят мясо и курица, молочные продукты, фрукты и овощи. Ожидается, что этим летом международный аэропорт Джона Кеннеди примет почти на 1 миллион пассажиров больше, чем в 2023 году, несмотря на то, что в аэропорту продолжается крупное строительство. А именно, аэропорт Джона Кеннеди находится в процессе беспрецедентной перестройки стоимостью 19 миллиардов долларов. «Когда мы закончим строительство, это будет аэропорт мирового класса», сказала генеральный директор аэропорта JFK Тереза Рицута. Но до ожидаемого завершения строительства в 2026 году путешественникам придется набраться терпения. Пока же, пытаясь решить транспортную проблему, аэропорт открыл бесплатную зону ожидания для пассажиров на бульваре Леферц с бесплатным обслуживанием AirTrain, позволяющим добраться до терминалов. Путешественники, прибывающие в аэропорт Кеннеди и желающие нанять автомобиль в аэропорту, теперь будут встречать своего водителя на удаленной стоянке, куда можно добраться на бесплатном маршрутном автобусе. Автобусы будут отправляться с терминала 4 через каждые 1-2 минуты. Водители наемных автомобилей, доставляющие вылетающих пассажиров в аэропорт, будут высаживать их перед терминалом номер 4.